Четверть века телеканал Лотарар вещает для южноказахстанцев в эфире и все это время остается для населения одним из важнейших источников получения информации. Будь то официальные сообщения от государственных структур или депутатов маслехатов, криминальные или чрезвычайные происшествия, индустриальные новости или культурные, из детской или спортивной жизни. Главное, что все они подаются, что называется, горячими, оперативно и достоверно. Все это вместе взято и объясняет тот интерес, который проявляют в медиахолдингу многочисленные гости города и области. Не стал исключением и еще один высокий гость, или вернее гостья, посетившая редакцию телеканала. Госпожа Рината Шимкарайт, генеральный консул Федеративной Республики Германии в Алматы, сопровождала представительную делегацию немецких бизнесменов, приехавших в Шимкен для налаживания деловых связей и полезных знакомств. И по уже сложившейся гостевой традиции заглянула на огонек. Гостью ждали. О прибытии дипломатического работника такого ранга принято не просто уведомлять. Такой визит согласовывают. Генеральный консул Федеративной Республики Германии прибыла по-немецки пунктуально, минута в минуту, в сопровождение, секундная заминка и душевная встреча и теплый прием. Мокрый только. Спасибо. Весна, чтобы было. Я рада за то, что вы пришли. Было понятно любопытство с немецкой стороны и приличествующие места вопросы о создании и ведении бизнеса, территории вещания и количестве охватываемого телевизионным сигналом и газетами населения. Это на казахском инвизионном, это 10 тысяч, это 8 тысяч. У нас работают 120 человек. У нас есть три сайта своих, которые вся республика смотрит. У нас есть своя вышка и свой передач. Для генерального консула Германии в Алматы информация о вышке и телевизионном передатчике не праздные слова, наполненные непонятным техническим содержанием. До начала дипломатической карьеры доктор Рената Шимкарайт защитила диссертацию и жила в Бейруте. И по полученным профессиям является политологом, экономистом, специалистом по исламоведению, плюс независимый журналист. У нас есть информационный канал, мы выпускаем новости, три раза новости, выпускаем новости, новости, спортивные новости, спортивные новости. К wemna. К wemna. К wemna. Была небольшая экскурсия по холдингу, в ходе которой госпожа Шимкарайт хоть и сносно, но говорила по-русски. И уж точно неплохо понимала обращение к ней на русском языке. но предпочитала пользоваться услугами переводчика. Статус генерального консула предполагает однозначное толкование ею сказанного. А за плечами доктора Рината Шемкарает работа в течение нескольких лет генеральным консулом Германии в российском Екатеринбурге. Да и перечисление мест работы госпожи генерального консула говорит о широком кругозоре и большом жизненном опыте. Посол Германии в Акре, столицы Ганы, руководитель отдела экономики в посольстве Германии в Турции, заместитель посла в посольстве Германии в Сенегале, руководитель отдела прессы и экономики в посольствах Германии в Иордании и Китае. Владеет английским, французским, турецким, арабским и русскими языками. Информация о том, что госпожа Шемкарает является нашим коллегой-журналистом, породила огромное количество вопросов. Эти вопросы и были заданы генеральному консулу Германии, но уже в новостийной студии телекомпании ОТРАР. Вы впервые на юге Казахстана. Что вас заинтересовало? Что, возможно, удивило? Да, я здесь впервые. До поездки сюда было очень любопытно, что же за регион будет меня встречать. Здесь у нас была плотная программа, которую мы завершили практически в течение двух дней. Интерес, прежде всего, связан с тем, что же представляет из себя Шемкент в экономическом и культурном плане. Мы также были заинтересованы в поисках возможных партнеров для членов нашей делегации. У нас была встреча с Акимом Южного Казахстана, которая прошла плодотворно и чему мы несказанно рады. Я была удивлена и нахожусь под большим впечатлением от визита сюда. Всегда где-то в подсознании витает вопрос, когда готовишься к такого рода поездкам. Что можно сделать, чтобы найти надежных партнеров? Что можно сделать? Какие предложения можно получить? И что мы можем предложить Шемкенту? Сфера интересов генерального консула очень широка и разнообразна. Но это экономические и культурные связи. В первую очередь, если говорить об экономике, которая определяет, что вас заинтересовало по посещению Шемкента? Для меня лично было интересно и важно понять, как выглядят экономические структуры в области и в Шемкенте. Какова экономическая ситуация? А так как мою делегацию представляют люди из разных областей с разными интересами, то для меня был важен поиск надежных партнеров по бизнесу для членов делегации. Мы посещали различные фирмы, в том числе и цементный завод Шемкента. Наша программа была интересной и многосторонней. Для меня было удивительно констатировать тот факт, что в южноказахстанском регионе, по сравнению с другими регионами Казахстана, имеется очень большое количество средних и мелких предприятий. В Германии большое количество малого и среднего предпринимательства, кстати, является основой экономики. Это предпринимательство является очень креативным, с большим потенциалом, и это сказывается положительным образом на общей экономической ситуации. Нужно сказать, что Чемкент и южноказахстанская область вообще на фоне всего Казахстана является наиболее из перспективно развивающихся. Ну а по количеству предприятий или предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые находятся здесь, именно на территории южноказахстанской области, наш регион лидирует в республике. Поэтому связи, возможные потенциальные связи, допустим, южноказахстанской области и с Германией, они бы были очень перспективными. Но единственное, наверняка, то, что необходимо нашим предпринимателям, это, конечно же, обучение и финансовая грамотность. Но это с моей журналистской точки зрения. Это является общим и для Германии важно и актуально, потому как дипломаты должны заниматься со своей стороны содействием демократическому и экономическому развитию, потому что средние и мелкие предприятия являются ограниченными в своих средствах и ресурсах. И эта помощь им будет весьма кстати. Когда у малого и среднего предпринимательства нет возможности открывать большие офисы и заниматься большими проектами, наши усилия направлены на то, чтобы оказать им поддержку и совместно работать. Южноказахстанская область, помимо большого промышленного потенциала, имеет еще и культурный потенциал. Это очень важная составляющая часть нашего, ну можно сказать, портрета нашей области. В Южном Казахстане сосредоточено самое большое количество археологических исторических памятников в Казахстане. У вас есть в планах посещения наших святынь? Да, это была ошибка, которую я сделала. В Алматы я не знала, что можно посетить здесь такие исторические места. Эти два дня я находилась только в Шемкенте, но в следующий раз обязательно приеду, чтобы посмотреть на них самолично. Как вы считаете, вы представитель немецкого народа, который славится своим наиболее активным образом жизни, который является одним из самых активных путешественников. Что необходимо сделать Казахстану для того, чтобы привлечь немцев сюда, именно в туристические поездки? И простите меня, для того, чтобы немцы оставляли здесь значительную часть своих денег. Вы говорите о тех немцах, которые могли приехать из Германии? Которые могли приехать из Германии, да, конечно. Может быть, я выскажу свое мнение, другие могут думать иначе, но я думаю, что надо больше сопровождать людей, больше предлагать поддержку, не только в организационном плане, но, может быть, и в языковом плане. Вы видите, что я тоже, хоть и говорю по-русски, но не так свободно. Поэтому туристы, которые приезжают сюда, они интересуются культурными поездками, поездками ознакомительными не только в Шамкенте, но и в окрестностях. Люди мало знают, у них нет достаточной информации. Должен быть такой сервис, все в одном. И организации, языковое сопровождение здесь были бы весьма полезными. Мы будем надеяться, что вы являетесь вот той первой ласточкой, которая, ну, проложит путь сюда вот тем немцам из Германии, чтобы они с огромным удовольствием, я в этом уверен, посмотрели на наши исторические памятники. Это будет действительно очень интересно. Да, я много слышала о том, что не хватает этих поездок в Шамкент. Люди приезжают не только в составе делегаций. Мы, например, говорили о том, что было бы неплохо привлекать иностранцев, чтобы они находились не только в Алматы и Астане, но и приезжали бы в Шамкент. И это также касается нас, Генерального консульства Германии в Алматы. У нас нет местного персонала. Если у нас есть какой-нибудь интересный проект, который мы хотим провести в Шамкенте или в области, то нам нужна поддержка на местах. Нам нужны надежные партнеры, которые будут заинтересованы в этом. Вопрос совсем из другой сферы. Вы в Казахстане уже в течение нескольких лет, до этого были во многих других странах. Как вы можете оценить население в отношениях между собой, просто в открытости населения, в толерантности, возможно, населения? Возможно, вы уже составили свою оценку для регионов Казахстана. Допустим, регион Атырау, регион Шамкента, регион Алма-Ата, Астана. Население сильно отличается на ваш вот такой сторонний взгляд? Я хотела бы подчеркнуть, что как иностранец, я думаю, нельзя дать правильную оценку тому, какие люди здесь живут, потому что многого мы не знаем. У нас нет дополнительной информации, а какие-то, может быть, поверхностные знания не позволяют нам верно оценивать. Но я, как генеральный консул Германии в Алматы, отвечаю за большой административный участок. Я была с поездками в Актау, Атырау, вот в Шамкенте побывала, в Таразе. Люди везде разные. Но то, что меня впечатлило и удивило, это открытость людей. То, что они подходили, подходят ко мне открыто. Да, конечно, за последние 25 лет население страны очень изменилось, прежде всего, в своих взглядах, выражениях своих взглядов и мыслей. Это ваша совершенно правильная оценка, тоже, на мой взгляд. Но вопрос у меня будет сейчас совсем не о том, а о другом. Скажите, с чего начинается день генерального консула? С чего, да? Вот вы, простите, во сколько встаете? Он начинается ровно, как и у многих других людей, с души и завтрака. Как завтракает генеральный консул? Вернее, с чем? Вы затронули очень интересный пункт. С недавних пор я начинаю свое утро с большого стакана шубата. Я убеждена в том, что это очень полезно. Я убедилась в этом. И это очень вкусно. Мы об этом говорили очень много за прошедшие часы и дни, что, например, лучше кумыс или шубат. В нашей делегации есть бизнесмен из Казахстана, который хотел бы открыть предприятие по переработке сухого, кобыльего и верблюжьего молока с дальнейшим производством этих напитков. И в этой связи, я думаю, что мы близки в отношении кумыса и шубата с казахами. Вы сделали уже свое предпочтение какому-либо мясному казахскому национальному блюду? Здесь ведь огромное количество соблазнов для женщины. И не только для женщины, в общем. В этом плане я довольно открыта. Я готова к рискам. Я охотно ем мясо конину. Я ем бешпармак и нахожу, что это очень вкусно. У меня несколько серьезных вопросов, если позволите. Вы журналист, политолог. У вас есть научные работы. Вы проработали достаточное время в исламском регионе. Германия, как и многие европейские страны, сейчас испытывают нелегкие времена вот именно с потоком мигрантов, которые устремляются в Европу. Скажите, вы, как политолог, могли бы прогнозировать это ранее? Вот подобный поток и ситуацию, которая сейчас складывается в европейских государствах? Да, я работала и жила в исламском мире, исламском государстве, а также в арабских странах, Турции. Я занималась исламом, но это было 30 лет назад. Конечно, ислам изменился в течение этих 30 последних лет. Собственно, ваш вопрос был бы более уместен для политика, нежели политолога. Но я, тем не менее, постараюсь ответить на ваш вопрос. Я жила в Ливане в начале 80-х годов, когда в этой стране бушевала гражданская война. Позднее я жила и работала в Ираке, Палестине, где происходили столкновения. На протяжении многих лет я была свидетелем этих событий, видела их воочию. Для меня было всегда ясно, что если эти вопросы не будут решаться, то это не может привести к какому-либо положительному результату. И сегодня то, что эти вопросы не были решены в свое время, мы видим результат. Эти явления с мигрантами, которые нас сейчас сопровождают, не были внезапными или неожиданными. Люди в этих странах просто устали ждать решения проблем со стороны и потому решили сами как-то повлиять на эти решения. Если вспомнить те события, которые произошли вначале в Тунисе и Северной Африке, то мы говорили, что это арабская весна, которая положит начало к каким-то новым позитивным переменам, что это будет хорошо. Но, как оказалось, этого не случилось. События развивались все-таки совсем или далеко не во всем так, как хотелось бы видеть это. И к этому скажите, насколько в Германии мы просто не всегда же имеем полную информацию, поэтому бы хотелось спросить. Вот проникновение в большом количестве исламской диаспоры на территорию Европы, вас, как политика. Вызывает все-таки у немцев какое-то настороженное чувство? Да, мы говорим о том, что это могло быть шансом для интеграции, для интеграционных процессов на территории Европы. В идеальной форме должно было развиваться по такому пути, по такому сценарию. Но я думаю, что это сейчас большая задача, которая стоит перед нами. И надо сказать, что я как специалист по исламу не вижу вот этого положительного момента в том, что произошло. Германия после Второй мировой войны тоже была охвачена большими потоками людей. В страну тогда устремились и беженцы, и мигранты. Это были изгнанные. Потом было воссоединение восточной и западной части Германии. У нас тогда тоже был большой поток мигрантов. Но в то время это было намного легче. Сейчас я этого не ощущаю. Возможно, в будущем. Это просто соединение двух различных религиозных течений? Надо сказать, почему это происходит. Те люди, которые сейчас приезжают в Европу, они происходят из другого общества, общественного уклада. У них другая структура общественной и политической жизни. У них нет демократического прошлого. То есть той истории, когда процессы, которые назревают и вырастают в течение продолжительного времени, у них всё это отсутствует. И это является одним из тех элементов, что задерживает и затрудняет интеграцию. Поскольку у вас есть такой обстоятельный анализ, то наверняка должен быть какой-то рецепт, как уберечь страну от подобных потрясений. Очень трудно найти и предложить готовый рецепт. Сейчас мы занимаемся как бы сортировкой мигрантов по группам. А это необходимо делать. Есть люди, которые просят убежища ввиду военных действий на территории страны. Это Сирия и Ирак. Есть и другие люди, о которых мы не знаем. Почему они хотят переселиться на территорию Европы и Германии? Это другая группа. Это одна часть проблемы. А другая – мы должны найти общий язык на территории Европейского Союза в целом, между членами государствами Европейского Союза. Мы должны все вместе выработать какую-то общую политику, которая бы объединила все страны Европейского Союза в решении этих вопросов. Казахстан – многонациональная и многоконфессиональная страна. И, естественно, все эти вопросы возникают не на пустом месте. Почему? Потому что и в нашей стране существуют различия взглядов по поводу того, какое отношение должно быть к тем мигрантам из стран-воюющих. Это ведь помимо просто беженцев, среди них скрываются еще и те, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию в любой стране, не обязательно конкретно в Казахстане, конкретно в Германии. Поэтому мы хотели бы от вас услышать вот это мнение. А что нам делать в этом случае? Надо сказать, что Германия тоже очень многонациональная страна, где представлено много религиозных течений и много религиозных общин. И в Казахстане та же самая ситуация, со множеством и разнообразием религиозных представительств. Есть опасения, которые внушает подобная ситуация, но оно же объединяет нас. Это страх перед радикализацией ислама в наших странах. Это очень печально, если развитие пойдет по пути радикализации ислама. Ислам является очень интересным сам по себе. Это веротерпимая религия, толерантная религия. Будем надеяться, по крайней мере, что все будет развиваться не в духе радикализма. Я хотел бы от серьезных вопросов, просто чтобы вы ответили, пожалуй, на последний вопрос, понимая, что время все-таки у нас у всех ограничено, а у вас в первую очередь, как у политика и дипломата. Как вы оцениваете казахское национальное искусство? В первую очередь я хочу сказать, что я присутствовала на очень многих мероприятиях, которые рассказывали об искусстве Казахстана. Это и традиционное искусство, это был и авангард. То, что я хочу сказать, то, что это очень большая и разнообразная палитра. Как человек я больше заинтересована авангардом, что касается живописи. В каждой стране, где я работала, оттуда я привозила по меньшей мере одну картину. Я надеюсь, что я смогу взять такую же картину и из Казахстана. Ну что ж, хорошо, если вы найдете те произведения, которые вас устроят. Я хотел бы вас поблагодарить, вас, генерального консула Германии в Казахстане, за вот это обстоятельное интервью. И пожелать удачи. И второе, хотелось бы, чтобы контакты между Германией и Казахстаном ширились. Это, я думаю, послужило бы нашим обоюдным интересом. Спасибо вам. Спасибо вам. По завершении поездки в Шимкен, генеральный консул Германии в Алматы госпожа Шимкарайт прислала руководству телекомпании Одерар письмо, в котором благодарила за приятные впечатления от знакомства и выражала надежду на интересное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Редактор субтитров А.Семкин